МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Защищайтесь, сударь!" -"Я к вашим услугам." -"Где вы пропадали?" -"Какого чёрта я был в командировке?" Для одних он неистовый гамлет, для других наивный и благородный воришка Деточкин. Иннокентий Смоктуновский. Всегда особенный, притягивающий, запоминающийся даже в крохотном эпизоде. -"Да? О чём вы всё время думаете?" -"У него была действительно и внешность своеобразная, и природа человеческая своеобразная." -"Для нас это был Бог. Самый настоящий Бог, которого мы готовы носить на руках." -"Его уже при жизни называли гением. Называли как будто в шутку, оправдывая странности в характере и поступках." -"Он вообще как бы играл вот иногда такого невменяемого, такого не от мира сего, потому что это его маска основная." -"Простите, а вы не псих?" -"Нет, у меня и справка есть." -"Понимаешь, я не знаю, какой он был в жизни, в смысле уже ночью, когда он ложился спать, но я думаю, что он мучил себя." -"Он себя воспринимал как иной, другой, не такой, как все. Вот, видимо, так. Я тоже ему об этом говорил. У вас как раз в гороскопе есть тот отличительный знак, что вы всегда будете какой-то, ну, типа чужим, что ли, всегда будете вот странным для других казаться." -"Павел Глоба, по просьбе актера, составил ему персональный гороскоп. Он оказался одним из самых необычных в практике астролога. Он увидел, как в одном человеке сплелись самые яркие качества двух разных знаков зодиака. Смоктуновский, казалось, был доволен, словно сумел разгадать какую-то давнюю загадку в самом себе. -"Сказал, что, знаете, вы мне ничего лучшее про будущее не говорите. Но было такое ощущение, что это не просто так." -"Павел Глоба исполнил пожелания актера, но после много лет мучился вопросом, правильно ли поступил. Что же за пророчество так и не было произнесено?" -"Волгоград. Особая географическая точка в звездной судьбе Иннокентия Смоктуновского. До сих пор ни одна съемочная группа не приезжала сюда, чтобы узнать, каким был старт карьеры актера. А ведь именно здесь все началось." 1953 год. Смоктуновский работал в Сталинградском драматическом театре имени Горького и увлекался фотографией. Но эти кадры, сделанные им, остались за рамками официальной биографии актера. После репетиции мы прибегали сюда, веселые, беззаботные, давай-давай, скорее, садились на трамвайчик. Я, Римма, Кеша Смоктуновский. И только говорили, быстрее, быстрее, быстрее. И катались по Волге. До самого вечера, только чтобы не опоздать на спектакль." Это одна из девушек с фотографией, сделанных Смоктуновским. Волгоградская актриса Людмила Кузнецова. Единственная из живых свидетельница поворотного момента в жизни Смоктуновского. И сейчас для нее откроется дверь в прошлое. Валерий Кузнецов, здравствуйте. 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 Проходите, проходите. Здравствуйте. 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 Ну, как живете, как дела? Все хорошо. Хотел помогать. Рады вас видеть. Мы тоже рады. В этой квартире они жили, как в общежитии. Восемь молодых актеров Сталинградского театра имени Горького. Иннокентию было 28 лет. Он был влюблен и очень счастлив. Здесь вот Римма, жена Иннокентия Михайловича. Хотя я была уже замужем, и Римма была замужем за Смоктуновским, но жили в равных комнатах. Иннокентий Смоктуновский и его первая жена Римма Быкова были вынуждены жить в разных комнатах. Они познакомились в 1950 году в Махачкале, где оба служили в театре. Римма тогда была замужем, но Смоктуновский категорически не хотел с этим смириться. Горячий и влюбленный Иннокентий взял избранницу из Мором, и она ушла от мужа к Смоктуновскому. Так вон какие букеты каждый день с утра приносит. А человек-то рабочий, это не то что артист. Молодые решили начать жизнь на новом месте и перебраться в Сталинград. Большая занятость в спектаклях не позволила Римме уехать сразу, поэтому в квартире-общежитии Смоктуновский появился сначала один, без жены. Кто там? Люба, это я. Что такое? Люба, понимаешь, кругом понаставили капканов. Боже мой. Ну, нам показалось, чудак какой-то пришел. Длинный, нескладный, худой. Вот так к мальчишке пришел, а я Кеша. Ну, здравствуй, Кеша, Кеша, здравствуй. Вот так. Своими пылкими речами о супруге он разжег такое любопытство, что в день ее приезда посмотреть на Кешину избранницу собралась вся молодежь театра. Моя жена приезжает, моя жена приезжает. Мы все пошли группы встречать. Она выходит, он ее подхватил, посадил к себе на плечи и понес. Было все очень весело, все хлопали, было все прекрасно. Он любил Риму очень, да. Сегодня, упоминая Волгоградский новый экспериментальный театр, принято говорить, здесь играл великий Смоктуновский. Но приходится признать, в этом театре будущий народный артист СССР играл в эпизодах и массовках. Публике он был совершенно неизвестен. Был такой спектакль, украшение староптивой. И там был слуга, Блинделла. Ни текста, ничего нет. Но это было так ярко, это, конечно, придумано было самим актером, самим Кешей Смоктуновским. Он высокий, длинный, худой. И как-то он с руками там, что-то он там вытворял, что-то он делал, он запомнился наравне с главными действующими лицами. Главный режиссер театра, уже тогда один из самых лучших мастеров провинциальной сцены, Фирс Шишигин, первое время просто не замечал Смоктуновского. Нескладному, нетипичному актеру трудно было подобрать амплуар. Для образа героя, комсомольцель-колхозник, он явно не подходил. А вот Римму Быкову режиссер выделил сразу. Маленькая, не обладающая эффектной внешностью, она полностью преображалась на сцене и умела так завладеть вниманием публики, что скоро стала любимицей Сталинградцев. Он гордился ей, да, очень был доволен, что Римма имеет такой успех. Она ему всегда рассказывала, как она сегодня сыграла, что получилось, что не получилось. Но что творилось у Смоктуновского в душе? В те моменты, когда в очередной раз, не получив роль, он сидел в зале, а Римма блистала на сцене. Об этом не знал никто. 1993 год. Съемки телепередачи под знаком Зодиака. В съемках участвуют Иногентий Смоктуновский и Павел Глоба. Популярный астролог дает характеристику Овну, знаку, под которым родился актер. И мне надо было что-то сказать там по его гороскопу. Нужно знать точные данные. Кроме даты рождения 28 марта 25 года, не было известно ничего. Поэтому пришлось что-то там по характеру сказать. Это, в общем, формат программы не предрасполагал к тому, чтобы это было что-то более серьезное. После съемки астролог предложил составить персонажа, профессиональный гороскоп и указать для этого места рождения. Смоктуновский ткнул на карте в сплошную зелень тайги. Где-то тут... Где-то тут эта деревня Татьяновка, в 120 километрах от города Томска. Здесь тоже до сих пор не бывало ни одной съемочной группы. Хотя неподалеку, в районном центре, и сейчас живут родственники Смоктуновского. Вот Григорий и Михаил. Вот эти их... Вот Григорий, это мой дед выходит. А Михаил, это отец Иннокентия. Это родные братья. Мы уже двоюродные. Моя мать, она двоюродная доходит по отцу. Сибирские предки актера как будто были обычными крестьянами. Растили скот, пахали землю, рожали детей. А он прославился в образе князя, мышкина. Стал всемирно известным, играя принца Гамлета. Просто вот разговаривая с ним на любую тему, ты как-то чувствовал, что ты немножко так поднимаешься над жизнью. Это было всегда... Было видно в его ролях, которые он играл. Он же играл много вообще крупных таких фигур. У него роли были очень значительные, их людей. Пемьер-министр Великобритании, сэр Томас Бельджин. Вы уверены, что письмо никогда не исчезало из шкатулки? Десятки коронованных особ, русские дворяне, английские лорды. Смоктуновский их чувствовал так, словно у него самого в жилах текла голубая кровь. У многих возникали вопросы. Смоктуновскому приходилось объяснять. Его настоящая фамилия Смоктунович. Его предок – белорус, служил егерем в Беловежской пуще, случайно убил Зубра, и за это должностное преступление вместе с семьей был сослан в Сибирь. Но откуда же этот аристократизм? Мог ли парень из глухой сибирской деревни принадлежать к знатному древнему роду? Разгадка этой тайны оказалась неожиданной. Вот мы и приехали в село Татьяновск. Раньше в этих краях было много Смоктуновичей. Сюда, если кто заедет, спросить, где Смоктунович живет, то никто не может путем сказать. А если спросят, где король живет здесь, то сразу поехали, езжайте вот в сторону, в конце деревни, туда на краю, как раз возле реки, где мура течет. Король? Почему король? Это звучит невероятно, но оказывается, в Татьяновке с Моктуновичей всегда называли королями. Случайно ли? В Татьяновке в начале 20 века многие переселенцы говорили по-польски. У отца Смоктуновского, Михаила, даже когда он уехал в Красноярск и работал грузчиком, было прозвище Круль. Это король по-польски. Гамлет в фильме Козинцева носил медальон на цепи с портретом короля отца. Это был личный медальон Смоктуновского с портретом его собственного отца. Да кем же был Смоктуновский? Потомком аристократа или простого егеря-браконьера? Известно, что после восстания польской шляхты на западе Российской империи в 1863 году тысячи благородных панов, потомков древних королевских родов, были сосланы в Сибирь. Быть может, версия с осужденным за преступление егерем служила лишь прикрытием, попыткой избежать в годы советской власти преследования за аристократическое происхождение. Мы как-то все были и считали, что он поляк. Что в нем польская кровь, да. Да, мы так считали все. И по характеру. И по характеру взрывной, вспыльчивой, самолюбивой. Да уймите же он в конец, или я уйду. Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали. Нет, не замолчу. Погоди, я не кончил? Невероятное упрямство и постоянные споры. Вот чем Смоктуновский в конце концов обратил на себя внимание главного режиссера Сталинградского театра Фирса Шишигина. И тот дал молодому актеру роль польского аристократа в спектакле «Иван Грозный». Работа над этой ролью фактически стала для Иннокентия актерскими университетами. У Смоктуновского, которого много лет спустя признавали самым интеллектуальным актером на советском экране, за плечами было всего восемь классов. Чтобы прокормиться, семья с Смоктуновичей перебралась из деревни в Красноярск. И двоих старших мальчиков, а всего в семье было пятеро детей, отдали на воспитание бездетной тетке. Ничто в его полуголодном детстве и юности не давало повода думать, что его жизнь каким-то образом изменится. Разве что удивительное пророчество. Мне вот, говорит, одна, я не знаю, кто она, цыганка, не цыганка, но это было как-то на вокзале, мне было лет 15, еще перед войной. Взяла, говорит, руку и сказала, ты будешь очень известным человеком, будешь на сцене. Трижды, говорит, большие у тебя будут переезды, но, говорит, никогда не будешь счастлив почему-то. У тебя будет все, слава богатству, успех, но никогда счастья не будет. Это предсказание показалось мальчишке абсолютно нереальным. Рыжий, весь в веснушках, с замашками дворовой шпаны, среди которой рос. Резкий, взрывной, вечно дерущийся. Разглядеть в этом пацане того, кому уготованы слава и успех, было совершенно невозможно. Вот это гороскоп Смоктуновского, Клинтия Михайловича. Вот сильный выраженный знак «рыб». Это как раз рефлексия, скрытность. Это как раз странность его характера. Вот знакомная решительность, активность, импульсивность, вспыльчивость. Вот плюс так называемый крест в гороскопе, который говорил о тяжелом детстве. Свой путь на экран 15-летний Иннокентий начал в 1941-м. Пошел на курсы киномехаников, а потом устроился работать в клубе. В 1943-м стал курсантом пехотного училища. До призывного возраста оставался еще год, но вечно голодного курсанта поймали за сбором картошки, оставшейся на колхозном поле после уборки урожая. В те годы за подобное отдавали под суд. Однако ввиду военного времени 17-летнего парня просто отправили на фронт. Он попал в самое фронтовое пекло – бои на Курской дуге. У него, говорит, было какое-то чутье. Вот где должен упасть снаряд, где, значит, пули и так далее. У него какое-то чутье. Я говорю, чутье. Не знаю почему, но, говорит, было какое-то чувство опасности. Я говорю, вот видите, а вы говорите, что вы Овен. Я говорю, это не Овен, это именно ощущение, как бывает, очень часто у знаков воды, которым свойственно людям, рожденным под знаками воды, почти сверхъестественное ощущение какое-то того, что должно произойти. И у него это реально было. После переправы через Днепр Иннокентий попал в плен. Три месяца провел в концлагерях и отважился бежать. Добрался до ближайшего села, где его истощенного и полуобмороженного скрыл от фашистов и выходила украинская семья. Едва встал на ноги, ушел в партизаны. И потом уже с армии освобождал Варшаву, встретил победу в Германии. Я чувствовал, что меня вела какая-то сила. У меня ни одна, ни шальная пуля, ни какая-то другая, ни осколок меня не может свалить. Я был кем-то охраняем. Казалось, теперь его, героя, награжденного двумя медалями за отвагу, ждут лишь почести. Но предугадывать, как сплетутся нити судьбы, занятие неблагодарное. Запись в личном деле о пребывании в плену сыграла роковую роль. С Мактуновского перевели в категорию бывших пленных и поставили в паспорте штамп минус 39. Запрет на работу в 39 крупнейших городах страны. Однажды Иннокентий ощутил сильную неясную тревогу и внезапно понял. Перестали приходить письма от фронтового друга, который тоже побывал в немецком плену. С Мактуновский не мог знать, что друг арестован, но почему-то решил уехать. Иннокентий и не подозревал, что это решение, возможно, спасло его от ареста и лагерей. Я бы, наверное, не вынес такого унижения со стороны моей отчизны, которую я нежно люблю. Я бы, наверное, с собой что-нибудь сделал. Я уехал работать в Норильск. К этому времени Смактуновский уже пытался стать актером. Поступил в студию при Красноярском драмтеатре, но буквально через несколько месяцев его выгнали за драку с формулировкой «противопоставил себя коллективу». Огонь и вода – это две противоположные стихии, несовместимые друг с другом. Когда в человеке, в гороскопе его проявляется то и другое, тянет его в две противоположные стороны и совершает несвойственные, как говорят себе, поступки. То есть он очень противоречивый по своему характеру. В Норильске Смактуновскому удалось устроиться в труппу, где играли в основном заключенные лагерей. Но и там Иннокентий был на грани увольнения. Позже в Махачкале и Сталинграде именно внутренняя раздвоенность, противоречивость мешали добиться столь желанного признания. Он настрадался достаточно до того, как стал Смактуновским, до того, как стал гением, потому что никуда не годился. Неудачи на сталинградской сцене были особенно болезненны. Из-за постоянных сравнений с успешной талантливой женой. Его восторги сменились ревностью. Смактуновский вспыхивал по любому поводу, кричал. Римма отвечала безжалостным пренебрежением. Возможно, Иннокентий уже сам не знал, любит ли он эту своенравную Примадонну или только состязается с ней. Развязка произошла неожиданно. И причиной стал соперник. Пришел вот этот Сергеенко, фамилия этого молодого актера. Они сели вот на этот акту с Римой. Сразу было видно, какие у них отношения. Отношения между ними уже были близкие. Он вошел, увидел. Ну и начался, естественно, скандал. И она прямым текстом ему сказала, что я тебя не люблю, вот мой возлюбленный, вот я влюбилась в него. Он дико переживал, конечно. Дико кричал. Ну, дураки не было, потому что тут мы все вместе были, никто бы и не допустил. Ну, это было очень и очень напряженно и страшно. Но я до сих пор помню всю эту сцену. Иннокентий метался, кинулся к шкафу, порвал шубу жены. Единственную дорогую вещь, которая была в то время у Римовой. Хотелось ли ему так же в клочья порвать их отношения? Вероятнее всего. Однажды вечером Смоктуновский застал жену с возлюбленным в ресторане. Налетел на спутника Риммы, устроил страшную драку. На следующий день вскочил во время репетиции и... И он вот прямо с прохода кричит, уберите со сцены эту такую-растакую вот женщину. Вот. И целый скандал, конечно. Пришел директор, главный режиссер. В театре уже знали о драке в ресторане. Смоктуновскому предложили как можно скорее уволиться и исчезнуть из города. Был январь 1955 года. Иннокентий чувствовал себя униженным, как актер, как мужчина. И страстно хотел реванша. Уезжая из Сталинграда в Москву, Смоктуновский сказал, «Если через пять лет вы обо мне не услышите, значит, я бросил профессию». Через год на экраны вышел фильм Александра Иванова «Солдаты». Это был еще не успех, а лишь предвестник успеха. Образ лейтенанта Фарбера сильно отличался от привычных для того времени бравых героев войны. У вас есть жена? Есть. А друзья? Друзья. Были, вернее. А что? Ну ничего. Одинокий вы какой-то. Через много лет Иннокентий Михайлович рассказывал об этом периоде своей жизни. Как приехал из Сталинграда в Москву, где его никто не ждал, ночевал в подъездах, ходил из театра в театр в надежде найти работу. Привет! А ты чего здесь торчишь? Да вот мне она обещала вынести пропуски, и до сих пор нет. Что ж ты мне не позвонил? Да. Сейчас что-нибудь придумаю, подожди. А вы что, тоже артист, да? Да, начинающий. Познавать начинаете. А как ваша фамилия? Моя фамилия вам ни о чем не говорит. Ну все-таки скажите, пожалуйста, а? Смоктуновский. Ну? Что? Смоктуновский. Случайно, в коридорах театра Ленинского комсомола Иннокентий встретил девушку с библейским именем Суламищ. Смоктуновский потом всю жизнь называл ее Соломка. Она меня в высшей степени поразила своим покоем и в высшей степени серьезным взглядом. Они поженились. У актера появился дом, семья, а чуть позже пришел долгожданный успех. Сначала на сцене Большого драматического театра в роли князя Мышкина, а затем в кино. Теперь за него буквально боролись. Под него ставили пьесы и мечтали о том, чтобы знаменитый Иннокентий Смоктуновский согласился сыграть роль. После того, как я уже в Ленинграде сыграл потом Мышкина, не было, по-моему, театра, который бы не предлагал мне своих услуг. Как же случилось, что вместо напористого, резкого, болезненно самолюбивого, всегда готового к драке Кеши, появился совсем другой Смоктуновский. Подчеркнуто мягкий, отстраненный от реалий жизни интеллигент со странностями. Разве я упал? Может, достаточно? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Девять. Нет уж. Нужно ровно двадцать пуховиков и двадцать эффеков. Иначе кто угодно почувствует. Это бегущие руки, это какие-то недопонимания в глазах, это опаздывание на реплику. Смоктуновский владел виртуозно этим. И даже трудно было понять, это была суть его. Что помогло ему открыть себе другого Смоктуновского, которого он раньше даже сам не знал? Соперничество на театральных подмостках с талантливой Риммой Быковой? Пережитое в этом браке душевная драма? Или новый брак и поддержка семьи? А может быть, работа с крупнейшими талантливыми режиссерами? Как случилось, что неудачник стал признанным гением? Мы никогда это не узнаем. И слава Богу. Потому что, понимаешь, все станут гениями тогда. А это неинтересно. Сильно выражена интуиция, умение прятаться от других, умение казаться не таким, как он есть на самом деле. Это планета Нептун, планета мистификация. Она у него тоже сильно выражена и в 11-м доме. Умный может оказаться и впереди эпохи, и в стороне от нее. С дураком этого не случается. Легко ли это позволить себе быть не таким, как все? Вот Смоктуновский в роли физико-теоретика Ильи Куликова в фильме Михаила Рома «Девять дней одного года». Обаятельный циник, который подвергает критике все вокруг. Ах, какой же у нас еще бытует великолепный дурак. Крепкий. Теперь посмотри кругом. Неандертальцы. Смотри, смотри, смотри. Туда, туда смотри. Вот там, кажется, датчане. Это наши. Американцы. Полюбуйся на этого австралопитека. Спасибо, издавайте. Нет, нет, ничего, ничего. Именно после этой роли Смоктуновского стали называть первым интеллектуальным актером страны. Вспоминал ли он тогда свои неудачи? И как мужчины, и как актера? Они, ловно же в этом плане, они люди крайне пристрастные и нетерпимые. Они требуют от партнера своего полной взаимодачи. И если он этому не соответствует, для него это жуткая травма. Это катастрофа внутренняя, из которой они очень долго потом сами себя поднимают. Это, к сожалению, так. Через три года роль Гамлета в фильме Григория Козинцева принесла ему мировую славу. Британская Академия кино и телевизионных искусств номинирована с Моктуновского названия «Лучший зарубежный актер». Исполнителю главной роли и режиссеру фильма вручили ленинские премии. Это было признание на высшем уровне. Можно ли считать совпадением, что именно тогда Римма Быкова, первая жена Смоктуновского, переехала в Москву и поступила в театр Станиславского? Пыталась ли теперь она, в свою очередь, доказать, что ей в столице добьется успеха? И она добилась, чтобы на нее тоже специально ходили в театр. До последних дней она не признавала, что он великий артист. Нет, она с этим не согласна была. Искала ли Римма встреч с Иннокентием? Смоктуновский не рассказывал об этом никогда. Возможно, в тот момент звезды так сложились, что Смоктуновскому предстояло отодвинуть от себя все лишнее, ненужное и всю свою энергию направить на то, что вскоре принесло ему самую главную, народную любовь. Роль Юрия Деточкина, благородного вора из фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». В этом фильме мне поручено ролик «Колай, который угоняет чужие машины». И кажется, что это, в общем, лежит в стороне от того, что делал я раньше. Но это только так кажется. Когда Кеша работал, в камеру смотришь, оторваться невозможно. Я даже забывал, допустим, сделать какую-то панораму, потому что я был увлечен тем, как Кеша играет. Съемки «Берегись автомобиля» начали с эпизодов, которые играл Олег Ефремов. В то время уже очень известный, всеми любимый актер. И когда уже начали мы снимать Смутуновского, и Рязанов показал Ефремову сцены с Смутуновским. И тогда Олег сказал, знаешь что, Рязанов сказал, давай мои сцены вот такие-таки, давай их переснимем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Люба. Я вернулся. Мало кто знает, но финал фильма был бы чуть-чуть другим, если бы оператор Анатолий Мукасей после отснятой сцены выключил камеру. Но он не выключил. Кеш уже как бы перестал играть. Сказал все слова. А камеру не выключали. И после этого вот это все появилось. Кеш, стекло, вот это все дела. Это уже от него ушло. Он гений. Все предсказанное когда-то цыганкой 15-летнему Кеше как будто сбылось. И успех у зрителей, и признание в мире, и деньги. Смутуновский был самым высокооплачиваемым актером страны. А было ли счастье? Быть в искусстве гениальным это большая беда. Потому что это груз, который не всякий выдерживает. Люди сходят с ума. Смутуновский сжигал себя изнутри и того же требовал от партнеров, режиссеров. Взятая с первой же крупной роли высочайшая планка накладывала огромную ответственность. Смутуновский постоянно крутил в голове, прощупывал, примерял на себя текст роли, чтобы сделать точной каждую реплику. Ночью вдруг раздался крик из номера Иннокентия Михайловича. Ночью я подбежала, спрашиваю, что, что, Иннокентия Михайловича? Он говорит, нет, 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 ничего, ничего, я репетирую. А мы на следующий день снимали вот эту сцену, где у него истерика. То есть актер, уже сыгравший такие роли большие, он ночь вообще всю не спал и репетировал сам для себя. Отвечайте! Почему вы кричите? Вы жена ссыльно-каторжного. Вас привяжут со всеми вместе на один канат, как привязывают злодеев, чтобы не убежали. Как принято говорить, под Смоктуновского чиновники запускали любые проекты. Мы с ним встретились, пошли есть мороженое, в кафе мороженое, сидим, едим мороженое, давай что-нибудь сделаем, давай, а что будем делать? Вот так. Он говорит, вот, либо дядя Ваня, вот я еще царя Федора сейчас сделаю в Малом театре. Кончаловский сразу из кафе зашел в Госкино. Пошел к редактору, говорю, вы знаете, у меня есть идея Чехова снимать, что, дядя Ваня, прекрасно, заключить договор. С ума сойти. Я пошел и стал писать сценарий. Отдайте, отдайте его. Пустите меня, отпустите. Отдайте. Где он? Вот он. Вот он. Невероятно успешными были не только кино, но и театральные работы актера. Между тем, ужиться ни в одном театральном коллективе Смоктуновский так и не смог. Это свободолюбие, это сильный уран, это человек, который просто не мог быть подконтрольным, это человек, который постоянно себя искал, который никогда ни на чем не останавливался, он не мог, но рутина, вот эта, которая людей, ну, нормально, привыкают к ним, сегодня, завтра, предсказуемость положить, ему было не свойственно. Чтобы не держаться за единственный источник доходов, Смоктуновский никогда не отказывался от возможности подработать. Записать спектакль на радио, озвучить мультфильм. В середине 80-х Смоктуновский уже очень устал от бесконечных эпизодов, дубляжа, закадровых текстов, телепередачи, гастролей. А ведь были еще постоянные спектакли, после которых он возвращался в свою гримерку совершенно без сил. Он приходил мокрый, мокрый, двигался очень медленно, очень осторожно, чтобы не наступить на что-то и не завалиться. Видно, сил не было, наверное, физических. Ощущалось именно это. Садился в кресло граммировальное, полуосматокрывал глаза, смотрел на себя в зеркало, и потихонечку, потихонечку отходил. Именно в это время Смоктуновский первый раз в жизни решился приехать на родину. Вот мы приехали сюда на усадьбу Александра Григорьевича Смоктуновича. Это двоюродный брат Иннокентия Михайловича. Вот здесь мы, в этом доме заночевали, когда в первый день. Здесь, конечно, сварили уху, царский столб накрыли, конечно, без чарочки венца не обошлось. Так и прошла вся ночь, считай, в баньке помылись, напарились. Все как положено, встречали гостей как надо, по русскому обычаю, по-сибирски. Наверное, ни на одной из множества фотографий, сделанных за всю жизнь, Смоктуновский не был таким, как на этих снимках. Никакой позы, только безмятежная улыбка и детская радость в глазах. Вот он в галошах, вот здесь вот идет. Ну, то есть, вот действительно, он такой вот свободный, вот такой вот, мне кажется, он счастливый, вот такой вот тут он был, ходил по Татьяновке, смотрел. Вот он наслаждался, мне кажется, вот воздухом родины своей малой, он наслаждался. Больше Смоктуновский в Татьяновке не был. Собирался, знакомых приглашал, поехали ко мне на родину, там так хорошо. Ну, а как уедешь? Спектакли, съемки. В начале 90-х признанный интеллектуальный актер и аристократ сцены мог согласиться сыграть бандита Гилю и Принца в фильме «Гений». Ты принесешь мне баксы не через неделю, а завтра. Завтра в это же время, слышишь? И вот вдруг я узнаю, что он будет играть самого главного бандита в нашем фильме. То есть того, который вообще потом и ножи кидает, и что я говорю, как Смоктуновский ножи кидает? Что-то непонятное. Я говорю, Киш, ну зачем ты это делаешь? Ты такой актер. Он говорит, ну а как же, вот Машенька, дочка, она клевик откроет, ей нужно туда что-то бросить в клевик. Я должен деньги зарабатывать. Личность актера наполняла экран содержанием, даже если он появлялся в астрологической программе. На съемках такой передачи он и познакомился с Павлом Глобой и поразил астролога отказом знать свое будущее. Я приметил мысль, не год ли ему всего лишь нам всего остался жить. Не потому ли он не хочет это знать, что он предчувствует свою собственную смерть. Но я вам об этом, конечно, ничего не сказал. Зимой 1993 года Иннокентий, Смоктуновский и Армен Джаграханян снимались вместе в фильме Владимира Наумова «Белый праздник». А что я должен делать? Следить. Следить за кем? За мной. Смоктуновский, как всегда, к чему-то цеплялся в тексте роли, переписывал фразы. Профессор, у вас что-то прилипло? Сценарий был хороший, Танин Гойра, и хороший сценарий, он обязательно на завтра приходил, новый текст писал. Армешенко, почитай, вот это, я иногда не говорю, очень хороший текст, и так далее. По сценарию, герой Смоктуновского в предчувствии конца пытается исправить свои ошибки, завершить то, что все время откладывал, не успевал. Он умирает, глядя на развешанные фотографии, память о самых мучивших его эпизодах жизни. А через полгода, летом 94-го, они с Арменом Джаграханяном по странной случайности оказались в одном санатории. Снова, как и в фильме, вместе много гуляли, разговаривали. Вечером пошли, и он говорит, идем, я, говорит, у меня водка есть, посидим. И буквально перед, перед тем, как пойти спать, утром я встал, нет его, и тогда я узнал, что ночью его забрали, и он умер. Мы никогда не узнаем, был ли он и в самом деле королем, аристократом, или это звезды сложились так, что крестьянский мальчишка из сибирской деревни стал признанным гением, королем экрана и сцены, Иннокентием Смоктуновским. Субтитры создавал DimaTorzok